Впервые за долгое время ивановские батутисты-мужчины пробились в финал командного чемпионата России. С соревнований, которые на днях закончились в Оренбурге, наши ребята привезли серебро. Ранее такой успех демонстрировала лишь юниорская команда. Трое молодых людей с детства занимаются батутным спортом во второй спортшколе. Вначале меня просто привели родители. Ну, просто интересно было. Все остальное не очень нравилось, я здесь так весело. А потом затянуло, я начал получать разряды. Вот теперь я мастер спорта. Дмитрий в батутном спорте тоже далеко не новичок. Занимается уже 16 лет. Когда шел на первую тренировку, представлял, что в зале будут большие надувные батуты. Все оказалось иначе. Первое время, как и все воспитанники спортшколы, осваивал базовые элементы. На первый взгляд, ничего сложного в том, чтобы прыгнуть и перевернуться нет. С каждым годом ты совершенствуешься, делаешь сальто назад, потом сальто вперед. И это все постепенно-постепенно растет. Ты делаешь уже двойные сальто, добавляешь разные плоды на 300 шли... Ой. На 580 или 180 градусов. И в конце ты уже делаешь, выполнишь трены и сальто. Поэтому это все кажется, что очень легко. Помимо индивидуальных выступлений, ребята работают над синхронными. Когда на соседних батутах спортсмены выполняют одинаковое движение. Чтобы отточить технику и мастерство, тренируются 6 дней в неделю по 3 часа. Впрочем, несмотря на жесткий график, ребята находят время на досуг. Бывает, когда в соревнованиях уезжают оба тренера, мы остаемся без тренировок, например. Мы ходим, гуляем, играем во что-нибудь. Просто приходим сюда поиграть в мяч или что-нибудь такое. Общаемся много. Совершенствоваться молодым людям помогают тренеры. Когда ты находишься в воздухе, заметить ошибку бывает непросто. Наставники нужны не только начинающим батутистам, но и мастерам спорта. Всегда помогут и поддержат, если какой-то элемент не получается. Батутный спорт, он дает очень много для личного развития. Даже если у некоторых родителей, например, дети будут не совсем годные для прыжков на батуте, но в качестве развития они могут после нас попасть в любой другой вид спорта. Потому что у нас начинается в 5-6 лет дети рано заниматься. Занимаются они у нас акробатикой, занимаются элементами гимнастики. Чтобы подняться на пьедестал чемпионата России, конечно, нужны регулярные тренировки и воля к победе. Остается ждать следующего соревнования и валить за наших, чтобы в 2019-м парни привезли домой золото. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.